Мариуполь 2022 года. Разрушенный город без света и воды, жители которого обитают в подвалах. Дети здесь боятся любых летящих предметов. Поиграть с ними в мяч уже проблема. Помочь им снова научиться жить, не оглядываясь, вернуть детство в разгромленные дворы. Такую цель ставили перед собой волонтеры гуманитарной миссии «Мы вместе с Донбассом». В число добровольцев вошел Исаровчанин, сотрудник Департамента по делам молодежи и спорта Иван Усов. Решение приняло 24 февраля, потому что считаю, что то, что сейчас происходит в стране, это будет иметь последствия. Исторические последствия. И то, насколько наше общество сплотится вокруг того, что происходит, насколько каждый из нас примет в этом участие, будет зависеть наше будущее. Иван вошел в группу добровольцев, которые должны были заняться организацией спортивных мероприятий для детей Мариуполя. В группе Ивана были 8 человек из разных уголков России. В первой половине дня они занимались в школах и детских садах, проводили веселые старты и соревнования. После обеда шли во дворы с мячами, скакалками, обручами, свистками. И начинали играть друг с другом, потихоньку к волонтерам подтягивались дети. Сначала один, потом второй, третий, и через полчаса уже начинался движ. Страха нет. Есть как бы осторожность, да, потому что не все территории разминированы, не все безопасно. Поэтому держишь себя в неком таком тонусе, в напряжении, ну, как бы так, там. А здесь ты с детьми и должен целиком отдаться, чтобы они поняли, что от нас не исходит опасность, что с нами весело и что, когда мы уйдем в другой двор или уедем отсюда, что здесь можно дальше продолжать играть, проводить время на солнце, друг с другом общаться и уже не бояться. Волонтеры посетили и памятные места Мариуполя, драматический театр и базу Азова. Пообщались с жителями. Со стороны детей сначала была некоторая настороженность, но в процессе игры она уходила. Дети включались в процесс и играли уже друг с другом. И тогда было время поговорить со взрослыми и узнать их точку зрения. Люди сейчас с большой надеждой смотрят в будущее, потому что, понятно, они потеряли большинство, подавляющее большинство потеряло кровь, потеряли близких людей, кто-то свое здоровье. Но все говорят о том, что мы думали, что это будет еще в 2014 году, но не так. Не думали, что это будет все так тяжело. Но мы рады, что Россия пришла, и мы надеемся на нее.